Приветствую всех наших подписчиков, всех любителей овец кесарской породы. Этот репортаж снят полностью делегацией из Чечни, Российской Федерации. Они приехали в Таджикистан, в селение Ходжи Мирзукарима Мирзурахимова. Узнав его скоропостижные смерти, вот они приехали на могилу, прочитали здесь дуа. Дуа возглавляла эту делегацию Амирханов Алу Абазович, имам мечети Сердца Чечни имени Ахмата Хаджикадырова, а также вместе с ними был Зайфулаев Нурди Абдул-Вахидович. Вот они, как говорится, посетили, конечно же, обязательно и дом Ходжи Мирзукарима Мирзурахимова. Вот дуа читается, и в доме присутствуют все сыновья, вместе с ними также вот Алихон, Тама, Ходжи и Бруим. А после этого они вместе отправились уже в Шахритуцкий район, в Айвач, где на зимних стоянках находятся атары сыновей Ходжи Мирзукарима Мирзурахимова. И первая атара, откуда мы делаем этот репортаж, это все снимал сам Алу, вот это атара Абдурахмона. Вот он, это младший сын Ходжи Мирзукарима Мирзурахимова. И вот здесь он, как говорится, угощает гостей. Вот такой скудной едой наших дахмарда, наших чабанов. Ну вот гости из Чечни, они решили ознакомиться и воочию увидеть, где и как проживают гесарские овцы, где находится их этот первоисточник, откуда пошла порода, которая завоевывает все больше любви и распространяется не только в Центральной Азии, сейчас популярно она стала на Кавказе также. Вот первое хозяйство на Кавказе было в Адыгее, потом оттуда уже в Адыгее несколько хозяйств есть. Вот мы показывали репортажи также из Ингушетии. Вот Муса, молодец, тоже у него хорошее хозяйство, маша Аллах. Вот также Иса из Ингушетии тоже брал овец отсюда. Ну здесь мы видим вот заготовка сена, также продукты заготовлены, заготовлены также и, как говорится, намак, это соль. Вот это чавура, вот из этих вот тростника, то, что плетется, это чавура, ограждение такое, где зимуют гесарские овцы. Ну вот Аллу подробно это все снимает, потому что, ну, это все, как говорится, прекрасно, это видно на репортажах, но когда ты своими глазами это видишь и понимаешь, в каких условиях и на какой земле гесарские овцы абсолютно почти без подкомки набирают вес, ну тогда ты действительно убеждаешься в ценности этой породы. Ну вот такие вот места, мы сразу же видим, что есть, конечно же, обязательно охранные собаки, это абергинные средизиатские овчарки, в Таджикистане называются агидахмарда, без этого нельзя, потому что в окрестностях очень много всевозможных хищников, вот, ну вот такие вот бытовые условия у наших чабанов, и, конечно же, гостям пришлось вот некоторое время пожить вот таких вот, тоже стать, как говорится, настоящими дахмарда, вот впереди там горы, здесь вот в норах это вот живут собаки, а горы это вот этот такой хребет, он называется кайчи, кайчи, не ножницы, а кайчи, ну не знаем почему, вот, ну вот здесь вот беседует Аллу как раз с Абдурахмоном, и Абдурахмон его все-таки вот ведет к овцематкам, которые готовятся к окоту, некоторые уже окатились, но в основном вот готовятся к окоту, вот мы видим, в каком они состоянии, вот, конечно же, опять не повторяем, не устаем повторять то, что вот таких однородных овец, конечно же, показывать любо-дорого, глаз радуется, потому что, посмотрите, все как будто бы они вылиты в одной форме, очень качественное поголовье у семьи Мирзурахимовых, вот четыре отары получается у сыновей Гуджи Наима, Абдурахмона, Гуджей Смуила, и Мирзурахима, его которого зовут Козий, и вот овцы все на загляденье, как под копирку они все сделаны, в основном это все у них темно-бурые овцы, темно-бурые, светло-бурые, то есть рыжие, не очень популярны в этом себе, потому что уже много раз говорилось, что рыжие овцы, они быстрее набирают вес, но они его так же быстро и теряют, а вот темные овцы, они медленнее набирают, но и теряют они его медленнее, но мы видим, что состояние овец очень хорошее, вот, и наши братья-чеченцы, вот, увидели все своими глазами, мы переговаривались с ними, потому что, ну, организовывали их поездку Оджибруим, Алихон, они все время вот по очереди там где-то сопровождали, везде бывали, большое уважение и гостеприимство выказали, конечно же, таджикские гесароводы, гостям с удовольствием делятся таджики со всеми, вот, приезжают братья из Казахстана, из Кыргызстана, из Узбекистана, и ко всем одинаковые отношения, из России приезжают, вот, с Украины приезжали, и все они могут подтвердить, и, конечно же, подтверждается это много раз, что таджикские гесароводы рады любому гостю, и готовы, не скрывая ничего, показать то, что у них есть, и то, что имеется, вот сам Аллу, вот такой вот он, стал нашим Дахмарда тоже, на время, конечно же, вот, больше всего заинтересован, вот, посмотреть на овец, вот, овцы матки, на выбор, здесь и есть, и взрослые уже особи, есть вот еще, которые готовятся к первому окоту, но самое главное, что после того, как будут уже ягнята получены, и они дойдут, как говорится, до состояния шести месяцев, проведется бантировка, и, как говорится, порочные или бракованные овцы будут отданы на мясо, а остальные, вот, будут продолжать древние традиции таджикских гесароводов, вот такие вот, оказываются такие внушительные показатели, вот, мы видим, что подробно гости из Чечни осматривают пастбище, здесь вот овцы как раз отправляются на водопой, вот это все, это сопровождалось, это очень много снимали, они, конечно же, из этого сделать один репортаж просто не представляется возможным, поэтому мы разбили посещение гостей из Чечни, Таджикистана, на несколько серий, потому что, скажем, посещение Атары вот Абдурахмона, потом будет посещение Атары Ходжи Наима, Ходжи Исмуила, вот, также они съездили в Фархарский район, съездили они к Ходжи Ибруиму, в Шуртугай, они были в Ленинском районе, были в Кабадьяне, вот это Шаартуз, видите, как говорится, хоть Шаартуз это и, как говорится, юг Таджикистана, но все равно было достаточно так прохладненько, в некоторых местах, уже в Душамбе в это время уже пошел снег, вот, потом мы еще покажем кадры из хозяйства Иумали, вот, и там вы увидите, что уже лежит снег, но вот здесь вот, как говорится, настолько выказали уважение, что вот дозволили зайти в Атары и выбрать себе несколько овец, которые, наверное, будут продолжать хорошие традиции уже вот Кавказа по разведению гесарских овец. Мы уже говорили много раз, что климат Чечни, Адыгеи, Кавказа, Северного Кавказа очень хорошо подходит для гесарских овец, и они там себя показывают, показывают в смысле и нагулы и так далее, то есть хорошие результаты дает, потому что не такие суровые зимы в горах, как у нас здесь, а вот и пастбище, более тучные, наверное. Но, тем не менее, несмотря на то, что вот травы, как говорится, нету, но вот потом дальше мы уже увидим из других Атар, там все-таки уже есть, идет осенняя вегетация, уже, скажем, зимняя вегетация, потому что все-таки случаются, дожди идут, вот, и поэтому трава все-таки растет. Ну, вот здесь вот такая вот большая Атара, конечно же. Конечно же, таких Атар еще нету нигде, ни в Адыгее, ни в Ингушетии, ни в Чечне, ни в Ростове, или, скажем, в Казани, где тоже разводят сейчас гесарских овец, вот, огромных Атар, конечно, нет нигде, как в Таджикистане, потому что, ну, вот, гесароводство, это все-таки традиционное таджикистанское, вот, как говорится, овцеводство, и вот Атары именно вот такие огромные. Вот, тучины, посмотрите, очень матки в хорошем состоянии, маток во время окота обязательно подкарабливают сеном, потому что они должны быть и, как говорится, в хорошей форме, чтобы родить и, как говорится, принести хороший приплод. Вот такие вот просторы тоже, и в Таджикистане таких мест немало, например, вот, и в Фархаре тоже очень хорошие пастбища, и в Ишхободи там, и в Шуртугае, вот такие же, вот, скажем, в Дангаре великолепные пастбища тоже зимние. Но, к сожалению, здесь в ранней весной уже все это выгорит, в смысле, вот, скоро начнется вегетация и будет здесь зеленый ковер лежать, но буквально уже будет середина весны и все это исчезнет, это все выгорит и снова начнется перегон. Вот на Кавказе таких перегонов не нужно, то есть, вот именно на северном Кавказе и России не нужны такие перегоны, потому что там пастбища круглогодичные, вот, хорошие достаточно. Ну, вот Абдурахмон, это он продолжатель дела Оджи Мирзукарима Мирзурахимова, и он сам, вот дедушка все время как говорится, высоко оценивал знания Абдурахмона вот в гистероводстве. Ну, все дети у Оджи Мирзукарима Мансур себя не очень хорошо знают, это Мансур это уже сын Ходжинаима, все разбираются. Ну, и вот здесь вот подробно мы видим, что Аллу снимает это все, потому что, ну, как говорится, запечатлеть, чтобы это все на будущее, чтобы вот таким результатом стремиться. Вот, потом мы еще покажем вам поголовье, которое есть у него самого Аллу. Вот, хорошее качество, великолепные тоже овцы, мы это еще покажем. Ну, вот, пока что, вот на данный момент это Атара, как говорится, Абдурахмона, и вы сами можете ее оценить. Вот, чеченские братья наши вот осматривают вот таким образом эту Атару, любуются. Вот, они много раз выражали благодарность, и еще потом мы зачитаем тоже высказывание Аллу о том, что кому он выражает благодарность, благодарность он выражает всем встречающим, кто сопровождал их. То есть, как говорится, гостей наедине никто не оставлял, все время были они кружены заботой, но это вот в традициях таджикского народа, что гость, пока он не уедет к себе домой, он за него отвечает вот хозяин дома, хозяин того места, куда он пришел, и даже не нужно не обязательно быть там по приглашению, просто можно постучаться в любую, как говорится, в любые ворота, тебя откроют, тебя не спросят, зачем ты пришел, сначала тебя накормят, и всячески выкажут тебе уважение. Ну, и вот гостям нравится это мы видим по выражению их лиц, вот, ну, и сами они, конечно же, тоже нам об этом сказали, вот, они расспрашивали очень подробно все это, и во время своих путешествий по Таджикистану, все подробно они расспрашивали, и вот им показывали, конечно же, вот то, что есть, то, что имеется, и делились опытом, мы видим, что здесь, конечно, и коза присутствует, и уже кучкары тоже есть, но кучкаров снимать не особо хотели, потому что, во-первых, кучкары, они уже отработали свое, и в таком состоянии, что это не откормочные кучкары, как говорится, они уже исхудавшие, кучкаров надо снимать в то время, когда они вот еще их не подпустили к овцам, и они только спустились с пазбища, а сейчас они уже, как говорится, не в той кондиции, ну и вот мы здесь видим и Ярак, и видим Пири Ярак, видим и Матак, но достаточно упитанные, очень хорошее состояние у Абдурахмона, ну, как говорится, это не секрет, и это не новость, и ничего удивительного в этом нет, конечно же, в Таджикистане вот одна из лучших Атар, это Атара очень бобом, очень мерзой, Карима Мирзурахимова, вот, который, как говорится, сейчас находится в руках у Абдурахмона, Абдурахмон сам, опять-таки, скажем, что большой специалист, и вот, конечно же, без утаики, вот, все показывает, конечно, показать ему, есть, что мы видим, ну, посмотрите, вот это уже, скажем, зима, все-таки, это снималось в январе, вот, спрашивает здесь, вот, Алут уже спросил, почему отметина на ноге есть, вот, в Таджикистане, вот, в каждой Атаре должна быть овца, у которой либо пятно на курдюке, либо, вот, отметина на ноге, вот, для того, чтобы ночью, потому что ночью выпасают овец, шапчаро, так называемый, и вот, чтобы чабан мог видеть в ночи ее, она, это одна Атара, одна овца или две овцы должны быть в Атаре вот такими, вот, с отметиной, вот, их даже, если такой нет, но ее, значит, прикупают или чабан своих привозят, вот, ну, вот такая вот овца должна быть, и это, как говорится, это брак, это мясная овца, но она необходима для того, так же, как необходимы козы, которые ведут за собой Атару, так же, как необходимы собаки, которые охраняют, и так же, как необходимы и многие другие аспекты гессороводства и овцеводства вообще, вот, поэтому, вот эти великолепные виды мы снимали весной, и снимали осенью, теперь вот зимой, благодаря нашим братьям из Чечни, они приехали, и вот это стало поводом, как говорится, Сабаб, чтобы они нам такие вот прекрасные кадры засняли, и мы воочию, своими глазами можем наблюдать, вот, как говорится, онлайн состояние Тары, Мирзу Карима, Мирзу Рахимова, худора Мати, покойного, ныне, вот, ну и видим, что дело его, конечно же, остается в надежных руках у Абдурахмуна, у его других сыновей, подрастают внуки, которые все вот этим делом заняты, занимаются, здесь мы видим, что вот есть здесь и парашки этого года, которые перспективные будут в дальнейшем уже, как говорится, станут кучкарами, станут баранами-производителями, но вот на данный момент они еще все вместе содержатся, потому что, ну, после того, как уже осемнение прошло, основное, уже нету надобности держать отдельно, но вот к весне уже ближе их разделят, и тогда кучкары будут бараны, то есть самцы будут пастись отдельно от маток, чтобы не произошло, как говорится, нежелательного осемнения, и чтобы, как говорится, едня-то не рождались раньше, хотя, конечно же, вот, случаи такие есть, и мы потом покажем вам, что едня-то уже кое-где родились, вот, ну, такие моменты есть. Опять-таки, тоже скажем, что, вот, задали нам вопрос на канале по поводу того, что можно ли покрывать вот шестимесячных ярок. Это, они, конечно же, принесут приплод, но это нежелательно, потому что затормозит, во-первых, рост самой яркий, а во-вторых, приплод тоже будет мелковатый, вот, и догаров, то есть, баранчиков-самцов тоже желательно не подпускать, хотя, вот, Мой Джубо говорил, что от догаров потомство получается лучше, чем от щищаков. Щищаков не подпускают, а подпускают уже, как говорится, возмужавших баранов, которых уже больше двух лет, вот, чтобы было хорошее, как говорится, потомство. Ну, вот, от догаров получается хорошее потомство, но, тем не менее, их тоже не подпускают, потому что это плохо потом сказывается на росте. Ну, вот так вот, это вот первая серия заканчивается, вот это Алу сам, бараката ему желаем и удачи, продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok